Hi everyone! С вами Eva Lorman и сегодня я вам покажу интересное окрашивание волос. В этом ролике мы приготовим средства своими руками для окрашивания или тонирования волос. Это ответ на ваши вопросы, как затонировать или окрасить волосы более щадящими способами. Итак, let's go, друзья! Я буду использовать как базу маску для волос вот такой консистенции, достаточно густой и активатор полтора процента. Готовлю состав примерно 40 грамм маски для волос, хорошенько перемешать ее, чтобы не было комочков. В качестве пигмента я использую тоник фирмы тоника. Я думаю, что вам эта фирма знакома. Затем добавляем 5-10 грамм тоника для волос и здесь уже нужно будет понимать, чем больше мы добавляем этого средства, тем насыщеннее и темнее будет наш состав. Почему я именно эти компоненты смешиваю, я вам далее расскажу в ролике в процессе работы. А так эти компоненты надо обязательно хорошо размешать и добавить активатор тоже небольшое количество, примерно 20 грамм и все хорошенько размешать. Уверена, что у вас возникает вопрос, почему я вдруг взяла маску для волос. Начнем с того, что маска для волос, как и кондиционеры, имеет практически один и тот же состав, но вопрос не в этом. Теперь давайте сравним этот состав с основным составом краски для волос. Посмотрим состав. У маски аква на первом месте, у краски аква на первом вода, у маски на втором месте цитирил алкоголь, у краски также цитирил алкоголь, на третьем месте глицерин у маски, у краски глицерил стеорат, примерно одно и то же. Вторая, третья и так далее строчки, они уже не играют никакой для нас роли, потому что для нас важна первая строчка, это база, на которой создан этот продукт и нам нужна такая же база. Вот и все. Если вас интересует более подробная информация по поводу компонентов наших продуктов, например, что такое гидролизованный кератин, уверена, что вы его уже все знаете, слышали и что бы вы хотели о нем поподробнее узнать, тогда пишите в комментариях, я обязательно сниму ролик на эту тему. А так, я вам объяснила, почему я взяла именно эту маску. Но вы можете взять любую другую маску, абсолютно точно говорю, даже можно взять кондиционер для волос, вы получите такой же результат. Ну а мы едем дальше. Step 1. Делим волосы вертикальным пробором на правую и левую сторону и сразу же промазываем по пробору в зеркальном отражении этим составом волосы. Базу мы видим, база у нас достаточно светлая и уже вымавшаяся, то есть краской, которой мы тонировали после осветления, она уже практически вымылась с волос и остаточный цвет у нас получился теплый. Но это не только из-за того, что краска вымылась из волос, а еще есть такая фишка в волосах, даже если вы осветляете волосы, со временем они начинают все равно наполняться натуральным пигментом, отсюда волос начинает желтеть. Поэтому неизбежно у блондинок такое явление. Где-то прошел месяц после окрашивания и осветления волос и вот такую картину мы можем наблюдать. Есть несколько способов, как быстренько убрать этот нежелаемый теплый оттенок и один из них я вам сейчас показываю. Step 2. Разделив волосы крестообразным пробором XY или горизонтальным и вертикальным, на 4 части я начинаю тонировку с затылочной зоны, с первой зоны. Наношу состав на всю зону волос с теплым оттенком, можно сказать даже растягиваем и уже сразу видно, что что-то происходит с цветом, он моментально тонируется и теплый оттенок улетучивается. Ну, пока мы будем красить, я вам сейчас подробнее расскажу всю эту систему. Почему я взяла этот основной состав в виде кондиционера, я уже вам сказала, потому как он очень максимально мне подходит, как заменитель краски, можно так сказать. Основной состав, вы уже сами убедились, он очень похож на базу краски, не состав краски, а на базу краски. Далее, естественно, для того, чтобы придать оттенок, нам нужен какой-то пигмент. Лучшего средства, чем, например, тоники всякого рода, найти очень сложно. Естественно, мы соединяем этот кондиционер с цветом и мы получаем практически готовую краску, но, естественно, с отсутствием других компонентов, которые находятся в краске. Аммиака, например, здесь нет и так далее. И добавляем активатор 1,5% для того, чтобы наша самодельная краска максимально могла открыть чешуйки волоса и состав мог проникнуть поглубже под чешуйки. Вот для чего мы добавляем активатор в этот состав. Нанесение этого состава уже, мне кажется, должно быть вам супер-мега понятно, потому что каждый раз я вам показываю одно и то же. Так вот, давайте разберем теперь плюсы-минусы применения вот таких самодельных средств. Плюс, несомненный в том, что это бюджетный вариант. То есть можно совершенно спокойно самому придумать любой цвет, намешать с кондиционером. Кстати, и без активатора тонировка сработает, но с активатором как-то понадежнее. И у вас практически всегда под рукой любимое средство, которое может затонировать нежелаемый желтый оттенок. Для блондинок это реальный лайфхак, как избавиться от нежелаемого желтого оттенка. Особенно, если не получается обслуживаться у парикмахера, то в домашних условиях это можно сделать. Временно затонировать желтый оттенок вот таким способом. Еще несомненный плюс этого способа, это щадящий способ как можно быстро избавиться от желтого оттенка. Потому как здесь нет аммиака, никакого осветления волос здесь не происходит. И благодаря именно такому составу, это смесь тоника с кондиционером, само это средство наносится на волосы очень легко и имеет достаточно плавный переход цвета. То есть нет каких-то, знаете, пятен. Вот когда тоником просто пользуешься, как обычно это указывает производитель, то есть нанесите тоник на влажные волосы и размажьте его по влажным волосам или в шампунь добавьте. В итоге получается куча всяких пятен. Это называется проседание цвета. Где-то мы видим прям реально фиолетовые пятна, а где-то даже и нетронутые желтые зоны. Ну, кто применяет такие способы наверняка меня понимает. Вот что касается блондинок, то я советую этот способ применять именно так. Сначала нанести состав на прикорневую желтую часть, а потом после того, как мы нанесли этот состав при мытье головы, можно все это сэмульгировать и мы получим замечательный равномерный холодный оттенок без явных каких-то пятен. Что касается других цветов, конечно же в тонике в этой огромное количество других цветов. И ярко-красный, и медный, и темный, и коричневый. И доступна она, по-моему, ее можно приобрести в любом магазине, который занимается косметикой и парфюмерией. Ну, я так надеюсь, по крайней мере. Доступное средство это, конечно, тоже плюс. И бюджетность этого средства тоже плюс. Стоит она в районе 150 рублей, по-моему. В общем, наличие этих оттенков и бюджетность, это, конечно, просто замечательный вариант. Если вы краситесь, например, такими темными оттенками, медными, золотистыми, красными, фиолетовыми, то прикорневое нанесение можно даже миновать. То есть нанести так это средство, как указывает нам производитель, нанести на влажные волосы, смешав с шампунем и все хорошенечко перемешать. Будет прекрасный, великолепный результат. То есть вот эти средства, как тоники, не обязательно этой фирмы, есть и профессиональные средства. Просто я вам показала сегодня бюджетный вариант, который, мне кажется, более доступный для всех. Тониками можно поддерживать очень долго хороший яркий оттенок волос, либо убирать вот таким образом нежелательный желтый оттенок у блондинок. Единственный минус, если блондинка помоет два-три раза голову, то практически если да не останется от этого тоника, придется опять делать то же самое. Если вы краситесь яркими оттенками, то постоянно поддерживать этот цвет не составляет труда. И вот что у нас получается, какая у нас была база и что мы получили. Готовый результат, конечно же, он налицо. Решение основного вопроса произошло. Желтого оттенка у нас и следа не осталось. Правда, ненадолго, но не важно. Самое главное, что здесь и сейчас все так, как нужно. Я с удовольствием поделилась с вами этим лайфхаком и надеюсь, что он вам пригодится. Это мой ответ на ваши вопросы, как можно использовать тоник и вообще сработает ли тоник по работе с желтизной. А также, как можно более щадящими способами затонировать волосы. Кстати, здесь я волосы свои затонировала именно таким способом. Только добавила больше тоника, не 5-10 грамм, а 25-30 грамм. Ну вот, как видите, ничего сложного, если хорошенько вникнуть в это все и попытаться разобраться. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Bye bye everyone! С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok